Всем привет из Подмосковья! Вот и лето прошло, словно и не бывало, как прям в песне поется. Но ничего страшного в этом нет. В Подмосковье у нас еще будет сентябрь очень теплый. Ну, по крайней мере, так обещают. И сегодня я не буду долго болтать, немножко я приболела, поэтому быстренько все расскажу, что я буду делать сегодня с розами. Розы у меня цветут по второму разу. Это, посмотрите, Summer Song. Вот такой вот мощненький роз будет очень много. И сразу скажу, что когда роза сейчас именно вот отцветает, то мы вырезали до вот такого листа, у которого 5 лепестков. Теперь мы оставляем все как есть, не вырезаем ничего. Если мы отрежем сейчас вот этот бутон, отсветший, она снова будет давать базальные побеги. Нам это не нужно. Вот белая вся вот так вот распустилась у меня. Посмотрите, как я и говорила, что она будет усыпана просто вся. Розочка такая нежная, ароматная, но названия я, естественно, не знаю. Покупаешь одну, в итоге потом что-то другое непонятное. Вот моя красавица. Я снимала когда недели две назад, и до сих пор, видите, цветы держит. Вот уже осыпается. Это Шакира. Здесь вот у меня красота неземная. Это тоже без названия белая. Посмотрите, пахнет. Аромат у нее такой, это просто космос какой-то. Вот мои как пластмасски тоже без названия. Роза красивая. Тоже очень долго, до трех недель держит свои цветочки. Вот она уже отцвела, и вот в таком виде она бывает. Это ее дочка. Так, летет сейчас Абрахам Дерби. Вот такие вот у нее цветы. Она мне не очень нравится, цветочки, потому что паникающие такие. Ну и недолго она держит свои цветочки сами. Осыпается очень быстро. Но запах на весь сад. Вот, наконец-то, моя расцветает. Еще одна розочка новенькая. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Искала я ее долго. Наконец-то я ее нашла. Роза из старых. Это полька. Вот еще вот так она не в полном распуске, но красивая. Посмотрите, сколько на ней в этом году тоже бутонов. В том году только посадила. Наконец-то вот она, видать, нарастила корневую. И вот так вот выстрелила таким огромным победом. Цветет тоже уже второй раз, кстати. Ну а это черная магия. Во-первых, посмотрите, какая она высоченная стала. И посмотрите, какие цветы. Действительно черная магия. У нее, посмотрите, краешки прям темные такие стали. Роза очень ароматная. Красавица. И здесь тоже она же, черная магия. Только это детеныш еще. Ей всего год. Вот, посмотрите, вырастила сама из саженца. Отрезала. Розы все чистые. Это голубой нил. Весь уже, видите, какой страшненький становится. Не успеваю я снимать, когда они красивые. Как только распускаются. Листики у всех чистенькие. Что значит, я нашла все-таки, как правильно их обрабатывать. Схему. А здесь розу даже и не видно. Она у меня вся. Посмотрите, ее заполонила петуния самосевом, который у меня растет. Но я ее не выдираю, оставляю. Посмотрите, сколько бутонов. Это кафе Фасад. Розы очень ароматные. Тоже нет раскрытого полного бутона. Ну, ничего. Зато очень много нераскрытых. Хорошая розочка. Мне нравится. Ну, и здесь еще остались вот Лила Вандера. Она не раскрыла пока что свои бутончики. И вот еще одна. А, название ее Клер Роуз. Где-нибудь у меня в роликах она уже есть в полном раскрытии. Здесь пока только вот такие вот бутончики хорошенькие. Помпончики. Их много. Она раскроет скоро. И будет все красивее. Но самое главное, что розы все чистые. Почему весь этот ролик? Сегодня у меня будет подкормка последняя. Удобрением. Осенним. Вообще мне нравится вот это удобрение. Их много видов. Вот в это удобрение входит азот фосфор калий. Естественно, с малым содержанием азота. Сейчас все удобрения должны быть. В основном фосфор калий должен быть. Но здесь входят еще микро и макроэлементы. Здесь, если хотите, вы можете увеличить себе и посмотреть, сколько здесь всего. Здесь азота всего 2, фосфора 5. Ну и так дальше пошло калий, сера. Все. Вот. И фертика. Мне тоже нравится то, что туда входит не только азот фосфор калий, но и микроэлементы. Но это обычно. И здесь ничто не входит. Все зависит, естественно, от цены и от возможностей. Так что вот таким удобрением всего. И без всяких танцев с бубнами берем примерно горсть удобрения и под куст. Вокруг куста я рассыпаю вот так. Останется просто-напросто пролить водой. А вечером я сделаю еще одну обработку. Потому что по ночам стали холодные росы. Естественно, это плохо для листвы будет. Ну и сами понимаете, черная пятнистость появится, мучнистая роса. После захода солнца я буду обрабатывать опять по листу от заболеваний. Редамил голд с добавлением силипланта. Сделаю такую баковую смесь. 10 дней назад я опрыскивала скор. Видео у меня было про это. И на этом с подкормками по розам я закончу. Не знаю, как кто делает, но мне будет этого достаточно. Буду только следить за самими розами. Болели, буду делать профилактику, чтобы они не заболели. Ну а так, все вам рассказала. Хороших вам роз, хорошего цветения, чтобы ваши розы не болели. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!